Приветствую всех, друзья! Это обзор матча Тура 5-го игрового дня 15-го сезона РЛПК. FIFA Insight принимал на своем поле старую гвардию. Как и ожидалось от этой игры, она получилась жаркая и интересная. Конечно, с долей взаимных ошибок, но все же интересная для просмотра. В этой игре на кону было много, и игроки понимали это. Отсюда и небольшое волнение и мандраж в ногах. С предматчевыми раскладами мы уже делились перед Туром, а теперь перейдем сразу к разбору игры. Вместе со стартовым свистком в воздухе повисло напряжение, и чувствовалось, что нервы и у той, и у другой команды на пределе. Отсюда череда взаимных ошибок и неточных передач. Первым показал у кого стальные орешки судья, не дав пенальти на 8-й минуте за падение Тарадина, а может быть посчитал, что тот не обладает достаточным уровнем актерского мастерства. После чего трибуны гостей от негодования выпустили весь запас дыма фаеров на свободу, и судья вынужден прервать матч. После возобновления игры команды, судя по всему, осознали, что от них требуется, и успокоившись, принялись за дело. На 21-й минуте после углового у ворот гостей мяч был выбит из штрафной площади, а быстрый полузащитник Голд Леон, подхватив мяч, стремительно побежал в контратаку. Но Андрюха недозволенным приемом валит соперника на землю, и судья делает нарушителю отложенное предупреждение. Опасная атака в исполнении Олд Гвард так и не закончилась ударом, а игроки Фи Файнсайд, отобрав мяч, полетели вперед. Все тот же Андрюха оказывается в центре внимания, и точно в таком же моменте, как сделал сам недавно, получает грубо по ногам сзади от Демидрола. Но судья свистка не дает, показав, что зрение и память у него на уровне. Отскочивший мяч подхватывает Скай Он, и разрезающий передач выводит на рандеву Систем Хэла, который решил не сближаться с голкипером, и из-за предела штрафной точно бьет в угол, тем самым на 24-й минуте, выводя свою команду вперед. А судья, не забыв про недавнюю грубость, награждает полузащитника Гостей Горчичником. Гил хоть в игре участия и не принимал, но присутствовал в вип-ложи, начал жарить шашлык, чтобы в перерыве подкормить своих подопечных. Гости, почуя, что пахнет жареным, пошли вперед, чему стал подтверждением удар Санти с дальней дистанции на 26-й минуте. Но мяч летит не точно, задевая кого-то из игроков. Угловой заканчивается выносом за пределы поля, и теперь подача будет с другого фланга. Голд Леон устанавливает мяч на углу поля и подает чуть дальше ближнего угла вратарской, где Санти все-таки умудряется выпрыгнуть и отправить мяч в верхний уровень. А к досаде хозяев поля, игроку на штанге немного не хватает роста, чтобы этот мяч вынести. 29-я минута матча и счет на табло 1-1. Гости не остановились, а наоборот усилили натиск. И отличную возможность упускает Голд Леон. Ударом с 13-й метров посылает мяч значительно выше ворот, отправляя в легкий нокаут кого-то из болельщиков на 33-й минуте. Гости чувствовали себя совсем не робко, а даже наоборот по-хозяйски, что подтверждает очередной удар по воротам FIFA Insight. Так, на 41-й минуте доведя мяч до капитана, который с бровки делает неплохой навес и заебоз наносит удар головой. Мяч опустился наверх сетки ворот за 4 минуты до окончания основного времени первого тайма. Но все же лидировать после первого тайма могли игроки домашней команды. Героем сольного слалома мог стать Зодиак, да собственно он им и стал, накрутив троих игроков соперника на фланге. Вошел в штрафную площадь и отдал отличную передачу четко в ногу партнеру. Систем Хэл бьет в одно касание, но вратаре выбрал верную позицию и отражает удар прямо перед собой. Отлетевший мяч рикошетом прыгает к ленточке ворот, но защитник Шап выносит мяч в последний момент. Так и заканчивается первый тайм боевой ничьей практически по всем показателям. У игроков есть время провести небольшой разбор полетов и обсудить тактику на второй тайм. Для того, чтобы все-таки выявить победителя в этом матче. Болельщики вернулись с перерыва и спортсмены заняли свои позиции на поле. Судья дает команду начать второй тайм. Команда с трудом доходит до штрафной соперника и лишь на 60-й минуте ударом из-за предела штрафной отмечается заебос. Голкипер переводит мяч на угловой. На этот раз подача не так эффективна и защитник выносит футбольный снаряд подальше. На 65-й минуте Гоут Леон пробует очередной дальний удар. Воротарь намертво забирает мяч и сразу бросает его вперед, дав возможность своей команде убежать в контратаку. Несколькими передачами мяч доводится до штрафной соперника, где пас следует точно в ноги Зодиаку, который пробивает очень опасно в одно касание и, казалось бы, мяч уже в воротах. Но с этим не согласен Голкипер. В кошачьем прыжке отбивает мяч на угловой, который никакой пользы хозяевам не принес. 80-я минута. Пуховик, что из силы Саута, кидает мяч по бровке. Погребняк скидывает его головой партнеру, который в одно касание отдает передачу дальше. И Горитас мощно бьет так, что воротаре вынужден отбить мяч, а не ловить его в руки. На добивание расторопней всех оказывается Гоут Леон, отправляя мяч уже в пустые ворота, после чего получает сзади по ногам от раздосадованного игрока Фи Файнсайд. Ой, как некрасиво получилось. Пошли бы во хозяева отыгрываться, но на 89-й минуте могли сами поставить окончательный крест на этой игре. Будь чуть быстрее игроки Старой Гвардии, вылетевшие фактически 5 в 2, и пришлось бы киперу вынимать третий мяч из сетки своих ворот. Пронзительный свисток судьи ознаменовал камбэк Олд Гвард над Фи Файнсайд со счетом 2-1, благодаря которому царь Кори на момент 5-го тура остается прежним, как минимум до 6-го тура. Наши корреспонденты взяли после матчевое интервью у представителей команд. Вот отрывок из интервью заместителя капитана Фи Файнсайда Андрея Силикова. Игры нет, все играют во что-то свое. Забили первым и пропустили, следом потом был хороший момент, но кипер их спас. Ну и как следует, не забиваешь ты, забивают тебе. Будем делать работу над ошибками и все же теперь наверстывать упущенное. Вы можете принять участие в голосовании и ответить на вопрос, который мы огласим чуть ниже, а также высказать свое мнение по игре. Всем спасибо за внимание, ждем ваших комментариев по проделанной номероводе. Готовы выслушать как критику, так и похвалу? Полную версию обзора и интервью вы можете прочитать в описании под видео. Обзор матча тура подготовил Юрий Ситунов, монтаж и озвучка Никита Пуховик. Желаем всего доброго, много ярких матчей и приятного отдыха.